На высоте в 15 метров над Березиной кипит работа. Строители трудятся и в жару, и в дождь в режиме 24 на 7. Задача сделать быстро, не теряя в качестве. Завершён очередной этап в реконструкции Титовского моста. Надвижка металлических конструкций, которая шла с февраля. Наконец, левый берег реки соединился с правым. На данный момент у нас сейчас производятся работы по армированию монолитной плиты на металлической части пролетного строения, а также производство работы по монтажу железобетонных балок. Сегодня мы заканчиваем монтаж последнего пролёта. Напомним, масштабная реконструкция Титовского моста взамен старого путепровода, построенного в далёком 1957-м, началась в декабре 2021-го. За правый берег отвечает Могилёвская ДСТ-3, за левый – дорожно-строительное управление из Гомеля, проектировщик Белгий Продор. На объекте задействовано около 30 единиц техники – краны, экскаваторы, грейдеры, катки, самосвалы и бульдозеры. Трудятся 80 специалистов. Мы завершаем работы по устройству земляного полотна на подходах к мосту этого участка левого берега. Тут порядка было отсыпано около 80 тысяч кубов грунта. Сейчас работы завершаются. Приступили к устройству укрепления откосов. И дальше будем приступать к устройству дорожной одежды для того, чтобы своевременно обеспечить мостовикам подъезд сюда. Весной 2022-го работы здесь останавливались из-за прекращения финансирования со стороны Европейского банка реконструкции и развития. Но вскоре деньги нашлись в бюджете. Сегодня строительство путепровода идёт заметными темпами. На очереди возведение мостового полотна, тротуаров и ограждений. Движение здесь планируют открыть к концу года. Новый мост на 7 метров шире Старого. По проекту здесь предусмотрены три полосы движения, плюс широкий тротуар 4,5 метра, два из которых – пешеходная зона. Остальное пространство займут велодорожки. Так что скоро здесь можно будет прокатиться с ветерком. Когда закончат новый мост, возьмутся за демонтаж Старого. На его месте построят ещё один путепровод шириной 14,5 метров, тоже на три автомобильные полосы. Завершить все работы планируют в 2024-м. Город получит современную транспортную артерию с улучшенными характеристиками и большей грузоподъёмностью. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.